всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы и в этом ролике я хочу вам показать рассаду томатов которая была посеяна так посеяна посеянам она была на флажочке 26 февраля и вот я ее снимала 26 по моему марта было рассаде 23 дня ну вот в общем то прошло получается 8 дней 9 дней и вот так она уже сейчас выглядит то есть что я хочу сказать почему вот я не люблю сеять рано на рассаду томатов даже вот для теплиц это у нас от свердловская область урал сибирь я считаю что торопиться не нужно вот так быстро растет это рассада вот смотрите здесь у меня рассада посеяна 12 марта вот она я ее сегодня пересаживала вот это вот эта рассада она у меня стоит на балконе она и ночует на балконе вот эти вот малыши тоже не только большая рассада но и вот эти малышки стоят на балконе и днем и ночью уже сейчас хотя ночью у нас еще минус 6 минус 9 но на застекленном балконе у меня открыта дверь в комнату в общем-то они себя прекрасно чувствуют и почему я ее держу вот если бы я эту рассаду держала сейчас дома то она бы уже у меня была не такая в комнате если я имею виду держала и было бы плюсовая там плюс 20 градусов хотя бы она уже конечно бы было гораздо больше но это тем более большая которая 26 февраля она тем более была бы уже огромная высаживать я вот эту вот рассаду которая большенькая которая 26 февраля была посеяна я ее буду 20 апреля в теплицу и вот царь еще 18 дней что будет с ней за 18 дней это будет уже огромная рассада и сейчас уже с ней сложно на балконе так как все равно растение тянется к солнышку к свету и мне приходится их каждый день поворачивать и в общем-то даже где-то бывает листик оторвешь повредишь в общем-то но ничего хорошего сами понимаете что рассада листьями уже друг за друга цепляется и в общем-то довольно таки с ней сложное место нужно очень много поэтому я всегда сажаю в конце февраля вот 26 февраля я сажаю 7 совсем немного где-то наверное у меня 15 или 16 штук всего посеяны а следующую партию основную я сей в общем-то вот 12 марта который я посеяла 12 марта я их буду высаживать где-то на недельку может быть дней на 10 попозднее чем вот эту вот которая у меня уже 26 февраля так вот она выглядит эта рассада она не досвечивается ни разу еще она пока не подкармливалась единственное что когда я сию я обычно я это показываю все я с агатом когда сею семена и когда пересаживаю тоже в общем-то поливаю агатом больше я ни одной подкормки не проводила завтра я планирую первую провести подкормку так как все-таки рассаде уже месяц это будут витамины аквамикс они применяются по листу то есть мы ими опрыскиваем и где-то спустя наверное неделю может не 10 я проведу первую подкормку доброй силой доброй сила у нас подкармливается вносится только под корень вот и в общем то больше я никакие подкормки до высадки в теплицу проводить не буду так как я вижу что растение всего хватает рассада цвет имеет хороший собственно говоря более яркий цвет она сейчас и не может иметь так как все-таки все равно она стоит на балконе так и вот еще что хотела сказать вот эту рассаду я сегодня пересаживала и видите грунт практически сухой сверху так как многие жалуются на то что черная ножка после пересадки начинается на рассаде но я никогда не не поливаю так чтобы стволик был сырой все-таки стволик у нас был на поверхности при посеве и не нужно его сразу увлажнять я всегда поливаю только в лунку и делаю лунку поливаю в лунку ставлю растения погружаю и в общем-то сверху засыпаю грунтом уже не поливая но видите вот я ее с утра пересадила она не обвисла не повяла в общем-то всего ей достаточно и вот тоже пока семидольные листики здесь у меня есть на этих растениях видите я уже все семидольки удалила еще что хотела сказать про семидольные листики многие уже наверно высаживают рассаду когда мы везем в сад высаживать уже и конечно вот эту вот рассаду я буду погружать до настоящих листьев вот 20 апреля я ее привезу и я погружу ее вот так вот до настоящих листиков в грунт и поэтому многие везут с листиками семидольными там их обрывают либо не обрывают вместе с ними засыпают землей стволик ну в общем-то это травмировать растение не нужно все-таки я бы рекомендовала где-то за день может быть за два но я это делаю гораздо раньше семидольные листики отщипнуть оставляя пенечки ни в коем случае не обрываем так чтобы повредить ствол вот видите у меня даже тут еще все еще пенечек есть и он потом сам отвалится сам отпадет он сам отсохнет вот тут тоже есть а потом моего потрогаем может даже и не потрогаем он сам упадет отсохнет в общем то ну он уже никакой инфекцию мы через этот стволик листа мы уже не занесем так как у многих бывает и фитофтора и различные другие грибковые заболевания в теплице и вот травмировать растение нужно стараться как можно меньше желательно вообще не травмировать его ну вот так вот я хотела показать вам рассаду и в общем то покажу наверное ее вновь еще через неделю конечно это уже будет огромнейшая рассада вот все-таки я придерживаюсь того что рано сеять на рассаду не нужно томаты так как просто мы ее мучаем дома на этом я ролик заканчиваю всем до новых встреч пока пока